Продолжение следует... ...исключительно детская забава. Но постепенно в настольный хоккей втянулись папы, болевшие за своих детей и даже мамы и бабушки. А со временем появилась Всемирная Федерация Настольного Хоккея, стали проходить чемпионаты Азии, Европы и даже всего мира. Так что прошедший сегодня в Таллине турнир вполне можно отнести к современным спортивным состязаниям. Есть, существует Международная Федерация Настольного Хоккея, проводятся чемпионаты мира и Европы. Сборная Эстония, которая, я представляю, участвует в этих чемпионатах мира и Европы, у нас есть даже медали. Поэтому, в принципе, на международном уровне он довольно-таки признан. Другое дело, что у нас в Эстонии, к сожалению, он не очень популярный, очень мало народу знает, что есть такой вид спорта, но мы вот пытаемся пропагандировать и проводим соревнования среди школьников и даже среди взрослых, среди ветеранов тоже. В сегодняшнем турнире участвовали учащиеся пяти школ. Таллиннской гуманитарной гимназии, Теннисмяйской реальной школы, Русской гимназии Хаберсти, Леномяйского лицея и Таллиннской еврейской школы. И самое главное, что эти соревнования стали прекрасной возможностью для общения между сверстниками, абсолютно здоровыми и теми, кто относится к категории детей с особыми потребностями. У нас, скажем так, мы не приглашали специальных школьников, мы просто дали возможность поучаствовать всем желающим и представители в основной школе, где дети с недостатками определенными, на нашем турнире также участвуют, также играют. В принципе, мы даем равные возможности для всех. В турнире команд победила Таллиннская гуманитарная гимназия. В личном зачете приз взял Максим Кашура из Таллинской теннисмяйской реальной школы. Но, пожалуй, одним из самых важных событий стало то, что удалось оторвать детей от мониторов компьютера и предложить нечто, что может привлечь их к живому общению как с друзьями, так и с родителями. Ведь одно дело сбить виртуальную птичку в компьютере, а другое сразиться в настоящем настольном чемпионате за кубок, показав смекалку и спортивные азарты, получить массу эмоций.